Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь рыб. Ольга пытается самостоятельно оценить масштаб бедствия. Несколько дней она приходит к пруду неподалеку от дачного массива и наблюдает страшную картину. На поверхность воды всплывает рыба. Даже мимо проходить невозможно. Мы не то что в шоке, мы вообще убиты. Дачники небольшого поселка около села Зоринское теперь боятся подходить к воде. Не могут поверить, насколько быстро всего за один день. Изменился их пруд. Была чистая, прозрачная вода. Стояли машины с семьями в выходные дни и отдыхали, ловили рыбу, купались. А сейчас увидела, значит, руки, ноги затряслись, ведро чуть не упало. Пейзаж действительно не из приятных. Десятки мертвых щек и карпов прибиты к берегу. Мелкую рыбу, по словам жителей, уже растаскали птицы. Такую картину можно наблюдать после бесчинства браконьеров. Но эту версию дачники не рассматривают. Вот она работает, шприцфабрик. Вот отходы какие-то, может, какие-то отходы вот сюда, вот они и попадают. Сволочи. Натуральные сволочи. Это не люди. Так люди нормально поступить не могут. Птицефабрика действительно находится в нескольких километрах отсюда. Но сотрудники утверждают, что не имеют отношения к экологической катастрофе. Да ну а что прокомментируют. У нас слива у нас нет. У нас свои канализации. Так ли это на самом деле, сейчас выясняют сотрудники ветеринарной лаборатории. Специалисты уже взяли пробы испорченной воды. Результат будет готов через неделю. Пока же дачники в панике. Ведь этой водой они поливают огороды. Вот такая вода у нас. Сейчас качается вот такая вода. И запах, вот когда качают, запах невозможный. В это время запах от мертвой рыбы уже распространился на весь поселок. Ее до сих пор никто не убрал. Вполне возможно, что рыбы на самом деле погибло еще больше. Прод соединяется сразу с тремя водоемами. Один из них находится буквально в двух шагах. Вот эта небольшая речка, все, что попадает в воду, течением уносит прямо в Волгу. Жанна Гольцова, Алексей Бредихин, ТВ-центр, Саратов.